МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Министерство обороны России завершило фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19. 20 июля с главного военного клинического госпиталя имени Академика Бурденко выписали вторую группу добровольцев. Ученым предстоит провести огромную аналитическую работу. Отмечается, что запатентованные изобретения, научные достижения и опыт сотрудников военного госпиталя помогли значительно сократить сроки до клинической оценки безопасности и эффективности вакцины от COVID-19. За сутки в России выявлено 5940 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено более 777 тысяч случаев заражения. За весь период зафиксировано 12 342 летальных исхода. Выздоровели свыше 550 тысяч человек. В Нижегородской области число заболевших COVID-19 приближается к 22 тысячам. За прошедшие сутки коронавирус подтвержден еще у 191 нижегородца. Еще четверо скончались от инфекции. Всего в регионе зафиксировано 340 летальных исходов. В условиях стационара лечится почти полторы тысячи человек. 16 тысяч жителей Нижегородской области, у которых был подтвержден коронавирус, уже полностью выздоровели и выписаны из лечебных учреждений. В Сарове с начала пандемии зафиксировано 835 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 469 саровчан. Не справились с болезнью, умерли двое. 39 человек госпитализированы в инфекционное отделение клинической больницы номер 50. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. В Париволжском окружном медицинском центре лечится 8 человек. У троих болезнь протекает в тяжелой форме. По словам главного санитарного врача, уровень заболеваемости коронавирусом в Сарове приближается к 1%. 1%. Для остро-респираторной вирусной инфекции, которая передается вот так вот двумя способами – воздушно-капельным и контактным, это, конечно, очень маленькая цифра. Поэтому, конечно, мы молодцы, что у нас с такой заболеваемостью так мало всего людей заболело. И мы с вами молодцы, что у нас всего две смерти. Но ровно это же и означает, что если сейчас ничего не соблюдать, то заболеваемость будет больше и смертность будет больше. Вспышка внефт локализована. Сотрудники были вовремя изолированы и тщательно обследованы. Также в зданиях провели санобработку и дезинфекцию. Из людей, которые могли бы заразиться, а у нас вот так вот тесно контактировали, я вам уже говорила, около 500 человек, у нас 51 человек заболел. Из этих 51 – 12 человек госпитализированы. Двое из них в Приволжском окружном медицинском центре. И вот как раз один из них, о котором я говорила, это очень тяжелый в Нижнем Новгороде. На карантине под наблюдением медиков остаются 208 человек. Еще почти на 6 километров короче стала дорога в Нижний Новгород. После ремонта открыт участок Лихачи-Суворова. Дорогу сделали по программе софинансирования. 70% необходимых средств выделила область, а остальное – город. Об этом журналистам сообщил на пресс-конференции Александр Тихонов. О чем еще шла речь на встрече главы города с представителями СМИ, расскажем далее. В своем докладе глава города рассказала о значимых событиях 2019 года о социально-экономическом развитии Сарова, о внедрении инициативного бюджетирования, когда жители сами выбирают, на кой проект потратить деньги. Программе формирования комфортной городской среды, в которой уже не первый год Саров активно участвует. Шла речь и о перспективах строительства жилья. Происходит поэтапный перевод общежитий, и потом по договорам социального найма предоставляется тоже жителям. Это тоже один из путей. Ну и строительство нового жилья. Это точечная застройка, вы видите, вот в новом районе несколько домов таких есть. Это вещи, связанные с 1А, 1Б, хотя там на сегодня несколько строительств заморожено. Микрорайоны 1А и 1Б – это территория за седьмой школой. Сейчас на этом месте лес. Проект планировки этой территории обошелся бюджету Сарову в 12 миллионов рублей. Возведение нового жилья только в планах. Пока в том месте идет строительство новой детской поликлиники. Ее собираются закончить к концу следующего года. В 2021 году будут сносить гаражи для строительства дороги к зданию. Также Александр Тихонов рассказал о реконструкции стадиона седьмой школы. Существуют нюансы, которые задерживают освоение денег. Они связаны с разработкой проектно-сметной документации. Администрация начинала с видом капитального ремонта. Затем переведено было в реконструкцию. Реконструкция потребовала государственной экспертизы этого дела. Сейчас, учитывая, что эта вещь очень сложная, дорогая, долгая, есть пути выполнения этого программы благоустройства. В общем, мы попросили и написали письмо с просьбой администрации интенсифицироваться в этом вопросе и предпринять все меры к освоению этих денег в этом году. Много вопросов, казалось, грядущих выборов в городскую думу, запланированных на 13 сентября. Пока информации о переносе нет. Также неизвестно о возможном дистанционном голосовании. Как свой выбор будут делать те, кто будет сидеть на карантине из-за коронавируса, должна решать территориальная избирательная комиссия. Также Александра Тихонова попросили оценить работу депутатов шестого созыва. Не могу выделять депутатов и оценивать, потому что каждый депутат выполняет самостоятельно свою работу и полномочия оценивать депутатскую работу, если только вы избиратели. Полную запись пресс-конференции главы города смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров-24, а также на нашем канале в Ютубе. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зрители смогут узнать интересные факты или увидеть экспонаты в 3D-формате, просто наведя на произведение искусства камеру телефона. В мобильном приложении «Артефакты» на сайте проекта уже можно посмотреть экскурсии на разных языках по экспозициям более 190 музеев России. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Сарове подвели итоги трех ЕГЭ. Экзамен по информатике сдавали 74 выпускника. Почти все успешно справились с заданием. А Тимур Пак, Алексей Прохоров и Данила Киричев заработали 100 баллов. ЕГЭ по литературе написали 18 выпускников. Все они преодолели минимальный порог. Средний балл составил 72,67. ЕГЭ по географии сдали 3 выпускника. Причем, если в прошлом году средний балл составил 65,4, то в этом году вырос почти до 80. Напомним, основной этап сдачи ЕГЭ стартовал 3 июля и завершится 23 числа. Людям с ограниченными возможностями здоровья больше не придется доказывать свой статус. С 1 июля вступил в силу закон, по которому обязанность запрашивать всю необходимую информацию ложится на органы власти. Согласно документу, при обращении за льготами и выплатами гражданам с ОВЗ не нужно подтверждать свое право справками. Этот факт органы власти должны проверять сами, запросив данные из Федерального реестра инвалидов. В Нижегородской области подвели итоги весеннего призыва. Он, напомним, завершился 15 июля. За это время в ряды вооруженных сил призвали около 3000 нижегородцев, сообщает Пресс-служба губернатора и правительство региона. Более тысячи жителей региона будут нести службу в элитных воинских частях. В президентском полку Федеральной службы охраны, Преображенском и Семеновском полках, в воздушно-десантных войсках. Около 400 новобранцев будут проходить службу в войсках Национальной гвардии. Порезали шины и бросили. В одном из домов по улице Академика Харитона владельцы велосипедов обнаружили своих двухколесных коней со спущенными колесами. Неизвестные просто проткнули шины. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка? Расскажем в следующем репортаже. В городе участились случаи порчи автомобилей. Жителю дома 17 на улице Бессарабенко неизвестные повредили машину. Мужчина проснулся от звука сигнализации. Когда вышел посмотреть, что с ней, злоумышленника уже не было. При неизвестных обстоятельствах была повреждена автомашина «Лада Калина», припаркованная у дома 17 по улице Бессарабенко. На автомобиле вмятина на крыше, а также разбито стекло со стороны водителя. Между сотрудниками одной из организаций по адресу Московская, 16 возник конфликт. Двое мужчин решили выяснить отношения. В результате потасовки один из них ударил другого по лицу. Пострадавший обратился в полицию. У заявителя ушиб мягких тканей лица. Гражданин ПЭВ в ходе конфликта нанес два удара кулаком по лицу. Они не пьяные, не соседи. Там какой-то офис находится в этом доме по Московской. На прошлой неделе сотрудники ГИБДД зафиксировали 113 нарушений правил дорожного движения. К счастью, обошлось без жертв. Правоохранители оштрафовали 12 велосипедистов. 9 из них в рамках акции «Велостоп». Сотрудники полиции несли службу на пешеходных переходах, на перекрестках и на основных магистралях, где чаще всего у нас ездят велосипедисты. За один составлено 22 протокола административных. Из них 9 на велосипедистах. Но что касается иных нарушений правил дорожного движения, то в этом рейде выявлялись такие правонарушения, как управление с пленкой, которое не соответствует требованиям технического регламента. Кроме того, один пешеход был оштрафован за переход в неустановленном месте. На этой неделе автоинспекторы проведут рейды по нарушениям правил дорожного движения велосипедистами и выявлению нетрезвых водителей. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. В этом году в связи с пандемией семьи с детьми получили дополнительные выплаты. На детей от 3 до 7 лет перечислили по 5 тысяч рублей. Школьникам до 16 лет было положено по 10 тысяч. Причем финансовую поддержку в таком формате российские семьи получили два раза. В официальных группах Канал-16 в социальных сетях мы обратились к горожанам с вопросом, на что они потратили выданные по указу президента детские выплаты. 40% участников опроса на эти деньги купили необходимые вещи своим детям. Отложили на будущее 25% респондентов. Потратили деньги на покупку еды и оплату коммунальных услуг 20%. В Сарфадене Яумифи прошла первая защита магистрских диссертаций выпускников самой молодой кафедры ВУЗа – кафедры цифровых технологий. Она была открыта в 2018 году на базе физико-технического факультета института. Первопроходцами стали 8 магистров. По итогам защит магистрских диссертаций 7 из них оценили на отлично, 1 на хорошо. 7 отличников, 1 хорошо эстета – результаты оценок госэкзаменов первых магистрских выпускников кафедры цифровых технологий. Своими оценками выпускники гарантированно обеспечили себе рабочее место в ВНИЭФ, а кто-то из них уже находится на стадии трудоустройства. Прошла собеседование в ВНИЭФ, в новый и созданный институт цифровых технологий, как кафедра цифровых технологий, да, логично, наверное, пойти по направлению в такой институт цифровых технологий работать. Прошла собеседование, все по-честному, никаких привилегий из-за того, что я закончила эту кафедру, абсолютно не было. Просто возможность показать себя, чтобы руководители заметили. Так прошла собеседование и теперь буду работать там. Некоторым магистрам в институте и вовсе предложили совмещать работу. Утром в ВНИЭФ, а вечером преподавать студентам дисциплину цифровые технологии. Так уже не первый год работает выпускник кафедры Игорь Коньков. Я являюсь преподавателем в техникуме, правда. В институте тоже возможности представляются неплохие, как в преподавании, так и в работе на этой же самой кафедре. Вот, тут сам выбор за мной только. Кафедру цифровых технологий открыли в 2018 году на базе физико-технического факультета института. Там ребят обучают широкому спектру дисциплин. Студенты изучают процесс конструирования, проектирования проектов, а также проходят технологическую подготовку. Это дисциплины, связанные с разработкой именно цифровых технологий. Ну и, конечно, вопросы информационной безопасности, они во главе угла стоят. Преподают на кафедре сотрудники Российского федерального ядерного центра, которые участвуют в реализации проектов и которые, собственно, уже несут не только базовые фундаментальные компетенции и знания, но и фактически практический опыт из тех проектов, которые мы реализуем. В этом году на кафедре цифровых технологий бюджетных мест стало гораздо больше. Теперь 10 студентов могут бесплатно обучаться на бакалавриате, а 16 – в магистратуре. Подать документы на обучение можно двумя способами – дистанционно и очно. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Первые упоминания о шахматах датируются пятым веком. Исход игры зависит от каждого перемещения фигуры и тонкого просчета на несколько ходов вперед. Все это требует от игрока особого стратегического мышления. Спустя тысячелетия шахматы не утратили своей привлекательности для любителей этой игры. 20 июля отмечается Международный день шахмат. Е4, С6, Конь С3, Ж5 и Ферзь на Аш5 ставит мат. Таким образом, Александр Лебедев в пять шагов поставил быстрый мат в шахматах. Этому молодого человека научила бабушка еще 20 лет назад. Мальчишкой, наблюдая за тем, как она грамотно переставляет фигуры на черно-белой доске, Александр понял, что хочет стать шахматистом. Шахмат – это, на мой взгляд, довольно-таки очень интересная игра. То есть, чем она, может быть, мне нравится, скажу за всех, что это обычная игра, где у нас полностью информация. То есть, все зависит только, по сути, от самого себя. То есть, здесь не зависит от каких-то неожиданных каких-то ходов, либо как ты подготовился, не подготовился. То есть, все в твоих руках, и все зависит только исключительно от тебя, от твоего знаний, умения, твоей подготовки. Александр Лебедев входит в Федерацию шахматистов. Он неоднократно становился чемпионом городских и областных турниров. Больше всего спортсмена привлекают быстрые шахматы. В среднем игра занимает от 30 до 60 минут. На каждый ход у шахматистов минимум времени. Решающим фактором часто становится быстрая реакция и интуиция. У многих шахматистов сила игры в разные виды шахматов, она тоже является различной. Поэтому, так для примера, что если я когда-то обыгрывал международных мастеров и некоторых мастеров в Блице, то это не значит, что я смогу их обыграть в классических шахматах. И даже, скорее всего, в классических шахматах они меня будут обыгрывать. В Сарове существует два шахматных объединения для детей и для взрослых. По словам многих опытных игроков, этому виду спорта необходима поддержка. Если шахматистам создадут благоприятные условия для развития, появление новых чемпионов не заставит себя долго ждать. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажа в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова